Приветствую всех, кто смотрит это видео! Сегодня, в первый день весны, мы находимся на необычном мероприятии. Это фестиваль комиксов, который проходит в Москве. Гостей ждет костюмированные выступления, конкурсы, необычная тружеская атмосфера. Посетители смогут узнать не только, что такое комикс и как его создать, но и встретиться с любимыми персонажами из вселенных комиксов. Расскажите, пожалуйста, о фестивале. Фестиваль, в принципе, неплохой, второй раз проходит. Очень интересно, в случае с точки зрения людей, которые сюда приходят. Я, правда, комиксом не особо увлекаюсь, но мне нравится. А мы из Асгард комиксов. На самом деле, мы не продаем это, чтобы получать бюджет, по сути. Но мы хотим развивать детей. Вот моя мечта, серьезно, развивать детей. Нет, нет, начало бесплатно. Вот, именно чтобы они учились рисовать комиксы. Зачем вообще надо рисовать комиксы? Серьезно, вот скажешь, ну фига. Вот простой комикс, пример, да? Двенчер Тайм. Его рисуют три человека. Первый, это сценарист, он пишет текст. То есть в дальнейшем он может стать Достоевским. Потом он рисует, он может стать Левитаном. И третье, самое главное, может стать генеральным директором, как кто у нас главный генеральный директор? Сталин, Путин и так далее. Так что за комиксами, серьезно, за комиксами это будущее. И нужен в России, серьезно, национальный герой. Если он будет этот национальный герой, тогда и развитие будет в России. А сейчас кто у нас? Супер Путин герой? Нет. Поэтому... Человек-стабильность. Человек, вот, человек-стабильность. Вот. Так что очень приятно познакомиться. Спасибо. Вперед! Она не умеет говорить? Ты только рычать умеешь. Порычи нам что-нибудь в микрофон. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своих любимых героях и злодеях комиксов. Ну, по мне, наверное, не видно. Это Биттолджулс. Естественно, Флэш. Ну, я не знаю, как можно... Ну, вообще, очень многие персонажи любимые, но Флэш, конечно, самый. Так вот, у меня три персонажа любимых комиксов. Первый, это любимый, это Iron Man. Второй мой любимый персонаж, это Тор. Почему? Мифология. Мифология скандинавская. Это мужество. Это, как бы, бог. Кто может не любить бога? Все любят бога. Вот. И третий мой самый любимый персонаж, это Бэтмен. Это ум. Это, во-первых, детективные способности. Ну, да, ладно, вы говорили, это деньги. Вот. Ну, надо начать с того, что в основном я читаю DC-комиксы, не Марвел, не какие-то другие. И моя любимая женская героиня, ну, собственно, по мне, понятно, это Затанна. Мой любимый герой-мужчина, это Дик Грейсон, который сначала был первым Робином Бэтмена, а потом стал Найтингом, отдельным супергероем. И он такой классный, боже мой. Все девочки мечтают пойти с ним на свидание. Мой любимый злодей? Надо подумать, на самом деле, но это точно не Джокер. Меня интересует личность Харви Дента, потому что это действительно любопытный персонаж. И то, как в Лечебнице Аркхем его психиатры подбирали для него способы принимать более вариативные решения, начиная с монетки и заканчивая картами Таро, которых 64. Это очень интересный момент. И, в принципе, наверное, из вообще злодеев в целом, из Марвеллских, это точно Дэдпул, потому что он такой клевый. Не, ну, самый любимый злодей, это мой Джокер. Единственный злодей, который с потрясающим чувством черного юмора. Лучше него... Я не знаю, кто еще у нас обладает самым черным юмором. Вот и я о том же. А самый любимый герой, это из каких именно фэндомов интересует? Комиксов. Комиксов? Сейчас скажу. Спайдер-мен. Росомаха, Икс-23. И, можно сказать, вся их семья. Вот от сына Росомахи вы не помните, к сожалению. Но так вот, можно сказать, вся семья. Вот Росомаха, она одна из самых любимых. Я, наверное, сломаю шаблон и скажу, что... Бэтмен! Вау, Бэтмен! Не, на самом деле, мне нравится я сам и вот тот парень, который сейчас здесь ходил, это еще один я, еще один я. И меня очень любят, потому что меня много. и всем нужен кусочек Дэдпула, потому что я такой классный. Дэдпула, опасная женщина. Прям совсем. Я даже не знаю, что у нее спросить еще. Боюсь, она меня опять укусит. Укусишь? Скажи, а по-твоему, какая самая интересная суперспособность? Самая интересная суперспособность? Мне кажется, я бы хотела становиться невидимой, но это, наверное, довольно банально, да? В принципе, то, чем обладает Затана, допустим, это очень классный набор, потому что она может сделать все до тех пор, пока у нее не заткнут рот. Мне нравится способность растягивать части своего тела. Очень полезная вещь. Мистер Фантастик, я тебе официально завидую. Мы все поняли. На самом деле, я считаю, что самая замечательная способность – это способность думать своими мозгами. Поэтому такие самые клевые злодеи, по моему мнению, это, например, Доктор Дун или тот же самый Железный Человек или Бэтмен. То есть они являются гениями. Расскажите, пожалуйста, какая цель у вашего персонажа? У моего персонажа покрывать всех гнилю, но дарить добро. А у вашего персонажа? Выворачиваться наизнанку и обрекать всех на мучения в аду, скорее всего. Да, жрать, господи. Что еще может делать зомби? Просто жрать мозги, жрать людей. А почему именно мозги, как по-твоему? Своих не хватает. Спасибо. Я же блондинка. Супер-кирои существовали бы в мире. Как потом? Каким был бы мир? На эту тему снято замечательное аниме, называется Кролик и Тигр. Там действительно максимально приближенно достоверных реальностей показано, каким бы был бы мир, если бы были люди со суперспособностью и как бы на них зарабатывали деньги. Это будет полный пьедес! Отлично сказано! Мир бы просто сошел с ума. Представляете, ходят упоротые люди в костюмах и представляют себя супергероями. Пятерка самых популярных персонажей. Мейнстрим, мейнстрим. Ну, например, Человек-паук, Бэтмен. Что еще? Железный человек, конечно, после фильма. Потом Хьюз Джекман в роли Росомахи. Отмечу, что все-таки Хьюз Джекман и не Росомаха. И пятый, пятый, пятый. Ну, я даже не знаю. Наверное, женщина-кошка, потому что все на нее фапают. Не черная кошка. Окей. Дэдпул. Дэдфул. Леди Дэдпул. Панда Дэдпул. И утка Дэдпул. Да, он классный, он мне нравится. Самых популярных. Ну, давайте начнем с Бэтмена, Айронмена, Человека-паука, наверное, Супермена и я не знаю, нужны именно положительные герои или отрицательные тоже. Просто Джокер, например, это просто какой-то символ масс-культуры и очень большая папуса, если честно. Микеланджело, Битлджус, Рафаэл, Бэтмен и этот, Супермен. Ой, это сейчас не сложно. Я сейчас скажу. Железный человек, сейчас просто один из самых популярных персонажей. Тор, Локи и сейчас скажу. Сейчас, сейчас, Хэнкок. Ой, Асекалина Глаз, я не помню, как точно его зовут. А вот пятый, пятый я даже не могу сказать. Наверное, что Супер Бэтмен. Вот, вот про Бэтмена забыл, признаюсь. Представь, у тебя есть две способности. Значит, это гениальность и много денег. Кем бы ты стала, Бэтменом или Железным? Я и так гениален. Зачем мне это представлять? Железным человеком это круче. Бэтмен ничего не может. Ты летать можешь? Да, я могу летать. Я могу лазером стрелять. Черт, окей, Тони, ты, ты, поедил. Окей, Тони, Железный человек, да. Окей. Ни тем, ни другим. Я придумал бы образ такой, который не, не Бэтмен, не Железный человек, но в то же время на них как-то похож. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова